Очень хорошо затронул тему про вододефицит и водосберегающие технологии. Но знаешь, ситуация не только актуальна для нашей страны. По данным ООН, почти половина населения мира страдает от дефицита воды. Страны активно развивают и внедряют технологии водосбережения. Один из мировых лидеров сегодня – Израиль. В стране очищаются 90% сточных вод. О том, какие ноу-хау применяются для эффективного использования водных ресурсов в мире, расскажем в нашем обзоре. В Израиле местные фермеры используют различные передовые технологии полива, в том числе капельное орошение. Система подает воду непосредственно к корням растений с помощью специальных трубочек, дозированно и точно. Это сокращает ее расход до 50% по сравнению с традиционными методами полива. Кроме того, равномерное поступление воды к корням улучшает рост растений и повышает урожайность. По данным Министерства по охране окружающей среды Израиля, такие системы могут работать до 20 лет. Также в стране экономия воды прививается с ранних лет. В школах устанавливают системы сбора дождевой воды. Это учит детей с малых лет оценить и бережно использовать воду. 90% сточных вод очищаются и поступают обратно потребителю. Более того, приличную часть Израиль поставляет в Иорданию. Американские ученые разработали устройство, которое производит питьевую воду из воздуха. Ключевым компонентом аппарата является материал, относящийся к классу металлоорганических координационных полимеров. Он улавливает молекулы воды из проходящего через него воздуха, а при нагреве выдает питьевую воду. Аппарат также оснащен солнечными панелями, которые обеспечивают его энергией. В день такое устройство может производить до полутора литров питьевой воды при 30% влажности воздуха. Свою разработку исследователи испытали в пустыне Мохаве, США. За день им удалось получить 700 миллилитров воды. В Сингапуре планируют увеличить производство обресненной воды вдвое к 2060 году. Об этом сообщают в местной компании Newora. Эксперты планируют ввести в эксплуатацию две новые установки и утроить мощность заводов. Процесс регенерации воды проходит в два этапа. Сначала проводится очистка с помощью мембранового фильтра от мусора и бактерий, после чего осуществляется дезинфекция воды с помощью ультрафиолета и перекиси водорода. После переработки вода направляется на производственные и промышленные предприятия, а остатки в 17 крупных водохранилищ. По словам экспертов, полученная вода полностью соответствует требованиям ВОЗ и подходит даже для приготовления пищи. Райхан Терикова, 24КЗ.